Цель третьего этапа – собрать белую сторону, а вместе с ней и первый этаж. Для того, чтобы это сделать, нам надо поставить на место четыре белых угла. Первое, что мы делаем, это правильно берем кубик. Внимание! Белой стороной вниз. Какая сторона должна смотреть на нас? На нас должна смотреть не сторона, а ребро кубика. Вот так. Помните, что не нужно держать кубик в руках. Положите его на стол. Теперь мы должны найти на третьем этаже или на крыше белый угол. Для этого нужно крутить крышу до тех пор, пока белый угол не окажется спереди. Белая наклейка угла может быть здесь, здесь или здесь. Давайте сразу договоримся, что на третьем этапе будем называть углы птичками. Птички у нас всегда белые. И у каждой птички есть два крылышка. В данном случае крылышки синие и оранжевое. В этом случае зеленое и оранжевое. А в этом красное и синее. Для тех, кто не понял, птичка это угол. У каждого угла три наклейки. Так как мы искали белых птичек, одна из трех наклеек обязательно будет белого цвета. Две оставшиеся наклейки это и есть крылышки. По цвету крылышек мы можем определить в своем ли птичка гнездышки. Для этого нужно посмотреть на цвет центров, между которыми располагается птичка. Как вы думаете, в каком из трех кубиков птичка находится в своем гнездышке? Правильный ответ. Кубик номер один. Крылышки у птички синие и оранжевое. И центры тоже синий и оранжевый. Это означает, что птичка в своем гнездышке. Давайте поставим птичек в свои гнездышки на кубиках номер два и три. Для этого крепко беремся правой рукой за верхнюю грань, чтобы птичка не сдвинулась со своего места. А левой рукой крутим два нижних слоя. Птичка находится между синим и оранжевым центрами. Но при этом у птички крылышки зеленая и оранжевая. Значит птичка в чужом гнезде. Продолжаем крутить два нижних слоя в том же направлении. Теперь цвет крылышек и цвет центров сходятся. Значит птичка в своем гнездышке. То же самое делаем и с кубиком номер три. Итак, на третьем этапе мы перевернули кубик белой стороной вниз и поставили его на стол ребром к себе. Нашли белый угол, то есть птичку и поставили ее в свое гнездышко. Теперь поворачиваем кубик так, чтобы птичка оказалась справа спереди. Если белая наклейка смотрит на нас, значит птичка наглая. Если белая наклейка смотрит вправо, то она скромная. Если же белая наклейка смотрит вверх, то птичка капризная, смотрит в небо и думает, что она звезда. Если птичка смотрит налево, вы явно делаете что-то не так. В таком случае внимательно пересмотрите третий этап еще раз. Теперь нам пригодится пив-паф. Мы выучили его на втором этапе. Если у вас птичка скромная, мы делаем один пив-паф, и птичка встает на место. Включаем свет, крутим крышу, выключаем свет и крутим крышу обратно. С капризными птичками немного сложнее. В таком случае нужно делать три пив-пафа. И самый сложный случай, это наглая птичка. Пять пив-пафов. Один, два, три, четыре, пять. Если во время сборки третьего этапа вы где-то ошиблись, и у вас перемешался знак плюс, то переверните кубик белым центром вверх, снова соберите знак плюс, потом убедитесь, что у вас все четыре дяди на месте, и только после этого возвращайтесь к третьему этапу. Итак, на всех трех кубиках мы поставили по одной птичке на место. Но чтобы собрать белую сторону, нам нужно поставить еще три птички на каждом из кубиков. Снова берем кубик ребром к себе, снова ищем птичку и ставим ее спереди. Загоняем ее в свое гнездышко, определяем какая она, наглая, скромная или капризная. А потом делаем нужное количество пив-пафов. В данном случае три. Она капризная, ведь белая наклейка смотрит в небо. Убеждаемся, что еще одна птичка на месте. Снова повторяем процедуру. Может быть такая ситуация, что птички сверху не будет. Тогда найдите птичку на первом этаже, вращая кубик. Затем перехватите кубик на 45 градусов, чтобы птичка оказалась справа. Сделайте один пив-паф и ищите птичку сверху, снова повернув кубик к себе ребром. Дальше все то же самое. Когда вы поставите на место всех четырех птичек, белая сторона соберется. Но есть один очень важный момент. Вместе с белой стороной должен собраться первый этаж. Если ваш кубик выглядит вот так, вы справились с задачей. Снова перемешайте кубик и потренируйте три этапа. Если хотите, можете сделать это на время. И переходите к этапу номер четыре. Если же у вас собралась белая сторона, но при этом не собрался первый этаж, не расстраивайтесь. Переверните кубик белой стороной вверх и убедитесь, что на вашем кубике все четыре дяди. Если нет, то сначала сделайте второй этап и потом переходите к третьему. Если на вашем кубике четыре дяди, то снова возьмите кубик белой стороной вниз и ребром к себе. Посмотрите на угол, который находится снизу спереди. Если он с обеих сторон сходится по цвету с соседними ребрами, то с ним все хорошо. Поверните кубик на 90 градусов. Вот так. В данном случае угол не такого цвета, как соседние ребра. Значит, угол не на месте. Поворачиваем кубик так, чтобы угол оказался справа и делаем один пиф-паф. Теперь у нас снова есть птичка, которую нужно сначала загнать в свое гнездышко, а затем сделать необходимое количество пиф-пафов. Если белая сторона не собралась, найдите на верхнем слое еще одну птичку. Как ее поставить на место, вы уже знаете. Если белая сторона соберется, снова проверьте, собран ли первый этаж. Если он снова не собран, что бывает крайне редко, опять найдите угол, который не на месте и выгоните его одним пиф-пафом. У вас снова появится птичка. А что делать с птичками, вы уже хорошо знаете. Если и белая сторона, и первый этаж у вас собраны, все отлично. Немного потренируйтесь и переходите к следующему этапу. Если же у вас что-то не получилось, то опишите свою проблему в комментариях. Обязательно вам поможем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok